Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Здравствуйте! Спасается ли неверующий супруг благодаря вере своей второй половинки? В Священном Писании сказано, что неверующий муж спасается верующей женою. Как понимать эти слова? Сегодня мы ищем ответ на эти вопросы, и нам в этом помогает священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Кочкарев. Вадим Николаевич, рада вас приветствовать. Здравствуйте! В Священном Писании в Новом Завете есть такие слова, они записаны в первом послании апостола Павла к Коринфинам. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Как понимать этот текст? Он говорит о том, что если супруг неверующий, будь то мужчина или женщина, неважно, благодаря вере своей второй половинки, этот человек освящается, даже будучи неверующим. И еще сказано о детях, что теперь и дети святы, оказывается, а так были бы нечистыми. Поясните, пожалуйста, что имел в виду апостол Павел? В Священном Писании действительно достаточно много времени уделяется и мест уделяется взаимоотношениям между супругами. Но вот этот конкретный текст, он в центре своего внимания ставит вопрос спасения человека и указывает на то, что в спасении человека могут участвовать другие люди. В данном случае это люди, которые наиболее близки в семье – муж или жена. К великому сожалению, есть семьи, которые разделены в вопросах веры. Один из супругов, как говорится там, например, неверующий, другой верующий. И, соответственно, в семье, эта семья, она не способна развиваться правильно, так как каждый супруг живет и действует в семье в согласии со своими собственными принципами. Но семья, муж и жена – это нечто целое, по крайней мере, в глазах своих детей они должны быть этим целым. Дети, наблюдая за своими родителями, они тоже в своей жизни делают какой-то определенный выбор. И если родители разнятся в своих подходах к вопросам священного писания, библейских доктрин, закона Божьего, то детям бывает очень сложно определиться. Например, если папа верующий, а мама неверующая, и если папа еще в семье, как ему положено, занимает главенствующие позиции, то есть он является главой семьи, конечно, он может на детей оказать более сильное влияние, допустим, чем мама. А если это не так, если более лидерских качеств принадлежит маме, а она неверующий человек, то дети будут склоняться на ее сторону. Ну, в общем говоря, если посмотреть, понаблюдать за этой семьей, то все очень плохо, потому что дети начинают от этого страдать, страдают и сами супруги, потому что для одного приемлемо одно, для другого приемлемо другое. Получается, что вера человека, либо вера, либо неверие, оказывает вообще очень сильное влияние на его жизнь, на его взаимоотношения с окружающими? Конечно, несомненно, потому что вера – это нечто такое, что формирует личность человека. У этого мира, в котором мы живем, свои законы, свои правила, своя система ценностей. У верующего человека его система ценностей базируется на Священном Писании. И вот на этой основе возникают большие, очень серьезные переживания внутри семьи. А разве вот не действует такой принцип, нам всем он очень нравится, и всегда хочется в него верить, что если люди, двое людей любят друг друга, то ничто не может эту любовь потушить, ничто не может помешать им быть счастливыми. Даже если они принадлежат к разным национальностям, разным социальным слоям, у них разница в возрасте или в вероубеждениях. Неужели любовь не спасает? Но мы же с вами говорим не просто о семейном счастье. Действительно, есть очень много неверующих людей, которые живут достаточно счастливо. Нашли друг друга, они понимают друг друга хорошо, они соответствуют мнению друг друга и так далее. Но мы с вами говорим о спасении. Мы говорим с вами о достижении супругами вечной жизни. Чтобы семья обрела это великое небесное счастье, вернувшись в состояние вечного жития. И причем, чтобы вместе с ними были их дети. Вот что стоит как центр. Как центр вот в этом тексте, который вы только что прочитали. И здесь апостол Павел, рекомендуя, давая советы семье, он предостерегает мужа, жену скоропоспешно делать какие-то выводы относительно своего супруга и расставаться с ним. Расставаться с ним просто по той причине, что он неверующий, и он на жизнь смотрит не так, как она, допустим, как верующий человек, или наоборот, он предостерегает. Не делайте скоропоспешных выводов и не делайте шагов, которые разрушают семью, и уже потом ничего, к сожалению, нельзя будет сделать. Вернуть эту семью, восстановить эту семью. Все это очень сложно. Ваза ломается, разбивается, и потом как-то ее не склеивай. Видны швы, видны трещины, и она уже не такая крепкая и так далее. То есть, если твой супруг или супруга стали вдруг верующими, то не нужно спешить с ними расставаться, нужно продолжать с ними жить. Ну, это как бы для тех... Нужно стремиться. Стремиться сохранять мир. Да, сохранить мир. Или если ты пришел к Богу, ты поверил в Бога, а твоя вторая половинка не хочет категорично в этом, то не нужно. Это еще не донецк, это еще не трагедия. Да, но вот некоторые верующие воспринимают такую разность в отношении к религии и к Богу действительно как конец их отношений, потому что со стороны неверующего человека может быть непонимание, могут быть конфликты. Часто бывает, что муж не пускает жену в церковь. Даже были такие случаи, что муж, узнав о том, что жена хочет принять крещение, хватался за топор. Женщину выгонял из дома. Как жить вот в таких условиях? Несомненно, когда взаимоотношения в семье достигают вот такого накала, когда верующий супруг ввиду неверия своего супруга начинает испытывать дискомфорт, и у него нет возможности дальше в этой семье продолжать верить свободно, и исповедовать библейские принципы, конечно же, в этом случае оставаться в семье даже опасно. Не просто не нужно, а оно даже опасно. Вот когда вот такие случаи... Но вы имеете в виду, когда угроза жизни и здоровью. Когда есть угроза жизни и здоровью. И не только. А что еще? Когда верующий супруг откровенно в своих поступках и взаимоотношениях с супругой живет таким образом, что не позволяет супругу или супруге исповедовать свои взаимоотношения с Богом так, как они обозначены в Священном Писании. Ну что значит «не позволяет»? Не пускает в церковь? Да, вот вы только что сказали. Он препятствует тому, чтобы супруга посещала богослужение. Он препятствует тому, чтобы дети исповедовали и воспитывались в христианских ценностях и так далее. Ну а как, допустим, вот если он ее не пускает домой, вернее, в церковь, не пускает она из дома, не может выйти в тот день, когда богослужение, как она от него вообще уйдет? Как вы это себе представляете? Ну, возможностей много, на самом деле, и когда-то возможность будет все равно уйти. Это дело техники, так скажем, да, дело ключа и замочной скважины. Я думаю, здесь надо обратить внимание на сам принцип. На сам принцип. Рекомендация апостола Павла, она такова. Если с тобой не хочет жить неверующий супруг, пускай идет. Но все Священное Писание, оно категорически против разрушения семейных отношений, разрушения брака. Вы правильно заметили, есть такие супруги, которые после первого же конфликта в семье на эту тему готовы расстаться со своим супругом, разрушить семью и так далее. Это категорически неверно. Верующий супруг должен принять в своей жизни четкое решение, что он может содействовать спасению своего супруга и решение, как можно быстрее от него убежать, неправильно. Верующий супруг, он может со своей стороны делать нечто такое, что его неверующий супруг постепенно под влиянием этого поступающего от своего верующего супруга, добра, начнет меняться. Меняться начнет в хорошую сторону. Вот об этом освящении и речь идет. Неверующий муж может быть освящаем верующей женой, когда в присутствии этого неверующего супруга жена ведет себя, как настоящая христианка. Она, ну, не просто заявляет о своей вере, она не просто декларирует свою веру. Я христианка, я хожу на богослужения, я исповедую такие принципы. Освящение, оно возможно только в том случае, если эта христианка, которая декларирует свою веру, начинает жить в согласии с этой декларацией, в согласии с этим заявлением. Поэтому вот здесь возникают уже шансы этому неверующему супругу, испытав это добро, конкретное добро, изливаемое Богом на него через его супругу, измениться. А как насчет того, что, вот, допустим, женщина верующая, почему мы говорим в основном о женщинах, потому что все-таки в нашей церкви подавляющее большинство женщин, вот, мужчины привыкли с точки зрения разума смотреть на многие вещи, женщины более как бы расположены к тому, чтобы верить. Вот. Допустим, жена в семье стала верующей, она старается вести добропорядочную христианскую жизнь, вот, и муж, что бы он ни делал, пусть он пьет, пусть он ведет себя непорядочно, может быть, он ей изменяет, или он нечестный, там, ворует, или он вообще просто ничего не хочет слышать о Боге никогда, вот. И как бы он ни жил, он все равно освещается, то есть здесь не играет роль его выбор, а только выбор его супруги. Нет, конечно. Здесь не это имеется. Нет, конечно. Выбор этого человека однозначно имеет, так скажем, основополагающее значение, потому что если этот неверующий человек отрицает, отвергает и не хочет, никто его насильно заставить осветиться не сможет. То есть он тогда не освещается? Да. То есть он никогда не принимает это решение? Нет, нет, я так бы не сказал. Решение – это нечто такое, что может прийти после. Освещение, оно начинается с наблюдения. Он может продолжать оставаться приверженным своим взглядом каким-то, но в это же самое время у него есть объект, за которым он пристально наблюдает. Пристально наблюдает. И если верующая супруга, будучи мудрым человеком, настоящая христианка, это понимает, она будет демонстрировать ему альтернативу жизненную, другой образ жизни, другой образ взаимоотношений с Богом, и муж, будучи там, допустим, человеком наблюдающим, постепенно внутри себя вступает с самим собой в диалог. Самим собой вступает в диалог и начинает оценивать действия супруги, ее поступки, ее слова. И если этот диалог внутри неверующего супруга начинается, то есть шансы, и они очень велики, что он когда-то примет решение. И я знаю много таких случаев, когда мужья откровенно противостояли своим верующим женам, но приходил момент, когда они утром вставали и говорили, пойдем. И жены были шокированы этим. Куда пойдем? На богослужение пойдем. То есть что-то, что-то произошло. Были такие случаи, когда муж пол жизни, половину времени своих супружеских отношений, сопротивлялся жене, а в какой-то момент что-то происходит, что он сам в субботу рано утром начинает будить свою супругу и говорит, ты опоздаешь, смотри, иди на богослужение, уже время прошло. Понимаете, разное. То есть постепенно, постепенно этот процесс, если он есть, то он развивается, может привести к хорошим результатам. Здесь больше и очень много зависит, конечно, от верующего человека, живущим с неверующим. А вот как себя вести верующему человеку, чтобы действительно это было верное, истинное свидетельство, вот в пользу Бога, Евангелия, чтобы это действительно было проповедью Евангелия спасительной для души. Потому что есть такие случаи, когда неверующий человек, ой, вернее, верующий, он вот как думает, что как он должен теперь себя вести? Так, надо Библию читать, надо молиться. Вся семья, вы все должны Библию читать. Другие члены семьи не хотят. Да отстань ты, не надо нам этого. Нет, мы Библию читаем, нет, надо в церковь идти в субботу. Вот, нужно молиться, давайте все молиться. Никто не хочет молиться, заставляют, и думают, что тем самым они освящают свою семью. Нет, конечно, это ложный взгляд на то, о чем говорит Священное Писание, потому что нигде никогда насилие не приводило к добру, а наоборот к отвержению, к отторжению самого хорошего, самого доброго. Поэтому не мудры те верующие супруги, которые думают так, что через насилие, через какие-то предписания в семье можно достичь вот этих моментов. Нет, апостол Иоанн очень красиво на эту тему написал в своих посланиях. Он говорил, дети мои, вы не только называйтесь, вы и будьте детьми божими. Вам следует не только называться, вам следует быть детьми божими. То есть только личный пример. Личный пример чтения Библии. Личный пример молитвы. Личный пример красивой христианской речи в семье. Личный пример тона голоса. Личный пример решения конфликтных ситуаций, личный пример, он способен сделать нечто, и нам необходимо помнить о том, что действует Святой Дух, и он действует так же, и в неверующем супруге, он побуждает его, он убеждает его, и когда перед глазами есть еще наглядное пособие этой христианской жизни в образе жены, то это просто великолепно. Мы когда маленьких детей сажаем в классе и хотим им что-то объяснить, мы обязательно прибегаем к каким-то наглядным пособиям, вешаем на стенку какие-то плакаты, рисуем что-то на доске, показываем какие-то ролики, фильмы, для того, чтобы они, для того, чтобы максимально включить их сознание и подключить их к какому-то анализу очень серьезному. А неверующие люди, которые только-только-только начинают сталкиваться с образом жизни верующих людей, это такие же дети, это такие же дети вот в этих вопросах. Поэтому им нужны наглядные пособия, и самым лучшим наглядным пособием может оказаться самый близкий родной человек, который может показать пример своей собственной личной христианской жизнью, исповедуя те принципы, которые этот верующий супруг читает в Священном Писании. И бывает наоборот, когда огромное количество деклараций в семье, я верующий, я верующий, я верующий, я в церковь хожу, а в момент такого острого кризиса какого-то в семье, или каких-то неприятностей, или каких-то сложностей возникших, этот верующий человек поступает в этих обстоятельствах совсем не так, как поступил бы верующий человек. Поэтому, естественно, это не пример, это не тот пример, который должен быть показан. Неверующий человек не верит такому человеку. Он говорит, раз ты говоришь, значит, ты должен поступать так, как говоришь. А если ты говоришь и не поступаешь так, как говоришь, то это всего лишь слова, а слова, вы знаете, сказал и забыл. Да, сказал и не вспомнил уже то, о чем сказал. Вот об этом освящении идет речь. Апостол Павел призывает верующих супругов вести рядом со своими неверующими супругами такой образ жизни, чтобы этот образ жизни был наглядным пособием, какие взаимоотношения должны быть между человеком и Богом. Вот в первом послании апостола Петра написано, «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Когда увидят. Да, имеется в виду, наверное, то, что если они слов не слушают, муж, я вот не хочу ничего о Боге слушать. Не говори и не рассказывай мне. Не говори и не рассказывай. Некоторые воспринимают это как трагедию, он не хочет слушать истину погибающих человек. Не говори и не рассказывай. Имеешь право не говорить и не рассказывать, но не имеешь права не демонстрировать. Ну, потому что просто по-другому человек верующий не сможет жить, если он по-настоящему верит. Жизнь его естественным образом будет свидетельством добрым. Да, вот, например, разбойник, которого распяли вместе с Иисусом Христом. Они же не встречались никогда, они не беседовали никогда. Он занимался своим делом, воровским каким-то, разбойничьим. Вот, и вдруг в какой-то момент они оказались вместе. И причем в таких трудных обстоятельствах оба были прибиты гвоздями ко кресту. Понимаете, и вот там состоялся вот этот разговор. И Иисус пообещал этому человеку спасение ввиду его раскаяния. Контакта при нормальных обстоятельствах не было. Понимаете, но это говорит о том, что этот человек, разбойник, даже делая то зло, которое он делал, он наблюдал, он слышал, он видел жизнь Иисуса Христа. И эта жизнь оказала неизгладимые впечатления на него. Вот поэтому даже вот в таких трудных обстоятельствах, вы видите, происходят такие изменения в людях. Это реально. Вадим Николаевич, вот ваше мнение, мешает ли брак вере в Бога, вере в Бога и служению Богу? Потому что всё-таки здесь нужно подстраиваться под другого человека, тем более, если он не разделяет твоих взглядов, ты мог бы намного больше сделать, если бы ты жил с единоверцем, или если бы ты жил уже один, вот, и общался бы только с единоверцами и спасал мир. Ну, вы знаете, я бы не подходил вот к этому вопросу со словом «мешает, не мешает», осложняет, осложняет. Брак именно с неверующим. Брак с неверующим осложняет. Почему апостол Павел и рекомендовал вот в те трудные времена, когда христианство было гонимо, да, он рекомендовал молодым девушкам там и парням не вступать в брак, потому что им трудно было бы и сложно было бы в тех обстоятельствах в браке находиться. Вот. Но он никогда и нигде не считает это грехом. Он говорит, не грех, если молодая девушка захочет замуж выйти. Нормально, но он говорит, я знаю, какие вы печали и проблемы будете испытывать в связи с этим. То есть это определенное препятствие будет в вашей жизни для того, чтобы где-то в чем-то исполнить волю Божию о вас. Поэтому вопрос вступления в брак – это дело сугубо личное. Каждый человек очень серьезно должен отнестись к этому. И он должен отнестись к этому с учетом всех тех рекомендаций, которые даны в Священном Писании. А Библия рекомендует заключать брак с теми людьми, которые солидарны с тобой в вопросах поклонения, в вопросах поклонения Богу. Это очень важно. Сегодня многие молодые люди этот вопрос ставят на задний план и не обращают на это особого внимания, потому что для них важно, чтобы его супруг был красив, умен, богат и так далее и тому подобное. Ну, каждый ставит свою ценность. Библия ставит во главу угла вопрос взаимоотношений этого молодого человека, с кем ты хочешь связать свою жизнь, его взаимоотношения с Богом. Это главный, очень серьезный вопрос, который потом отразится на всей супружеской жизни. Поэтому молодые люди должны заранее, планируя вступать в брак, этот вопрос веры своего супруга ставить во главу угла и от него отталкиваться. Какой бы он ни был красив, каким бы он ни был умным человеком, если он неверный Богу, то и красота пройдет, и старость придет, а характер останется тот же, если не станет хуже. Поэтому каждый должен очень внимательно к этому относиться. Дай Бог мудрости молодежи при выборе супруга, а тем, кто находится в браке с человеком, который не разделяет его веру и убеждений, пусть Бог даст терпение, мудрости и любви. Конечно. Вадим Николаевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Верую». Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»